У микрофона Адальдиса это выживание компактных уродиков в Sims 4. Джек, призрак, который почему-то в зимней одежде пришел к нам домой. Ах, да, кстати, у нас зима, я уже давно не играла и забыла, что у нас главное задание избавиться от зимы, из-за чего я вне камеры проиграла два дня. Много есть что вам рассказать, и в первую очередь похвалить нашу маленькую или уже не маленькую Вольфи за то, что она получила повышение в карьере фрилансера и внештатного графического дизайнера. Только я зашла, Вольфи закончила свой очередной проект и ее повысили. Мы получили премию 1700. Появилась у нас в багаже вот такая вот картина «Проходимец». Это, кстати, не та картина. Давайте пока они спят, пока здесь Джек занимается садоводством, Джек. Я вам расскажу. Вот мне очень понравилась картина, которую сделала Вольфи. Ну, она что-то смахивает мне на первое поколение наше, потому что Герхардочка скоро помрет. Конечно же, мы делали много фото. У нас повзрослела наша маленькая Штефания. Скорее, Фани, как я говорила, будем ее называть. Да-да-да, мы продолжаем чистить унитазы. Что еще я хотела рассказать? Мы устроили на работу Райна. Я все, что делала вне записи, конечно же, записывала, чтобы было какое-то подтверждение, что я играла без читов и так далее. И я устроила на работу Райнхальда только то, что я записывала, я забыла поменять решейт, поэтому там немножко цветокоррекция другая, немножко посветлее, поярче. И вы там можете увидеть, что Райнхальду выпала профессия, как у его отца, как у основателя, это космонавт, только была доступная вакансия у Штенцеля космический рейнджер, а Райн хочет стать космическим контрабандистом. И какой финт я решила сделать? Ведь умер Штенцель, а он умер при третьей ступени в карьере космонавта на должности техника, и я почему-то решила, что более правдоподобно, что после смерти эту должность никто не занимал, и когда пришел Райн, я уже забываю, как кого зовут, как же я вас понимаю, когда он пришел устраиваться на работу, ему сказали, что доступна только должность техника, поэтому я устроила его на должность техника, и все карьерные награды за второе и третье повышения я убрала кодами, чтобы не было никаких читерских штучек. Сегодня Ленор отмечает день рождения, она уже становится подростком, очень интересно. Кто еще сегодня взрослеет? Ага, завтра Ленорочка взрослеет, да? А сегодня взрослеет наша Эсмеральдочка. Посмотрим на Адольфа. Я усердно два дня занималась навыками Адольфа, я не давала ему есть, пить, спать, чтобы он докачал свои навыки. До десятого не успел, короче, мы успели логику, механику до девятого докачать. Сегодня, надеюсь, за сегодняшний день мы успеем прокачать, нам надо очень много всего сделать, потому что я понимаю, что Герхарда скоро умрет, и, ну, я же не могу без катсцен в сюжетных интрижках, правильно? Мне нужно, чтобы Герхарда была жива, поэтому я очень-очень постараюсь, чтобы за сегодня у нас Адольф докачал все навыки, которые нужны до десятого уровня. Также вот наша маленькая Штефанни, о Фанни, будем называть ее Фанни, не сможет, а мы можем ее искупать, сейчас мы пойдем в ванную, скажем, Эсмеральдочка, выходи, надо искупать малышку Фанни, давайте, пока мы будем ее купать в ванной, давай, иди ее искупай. Я напоминаю, что Адольфу надо было познакомиться с двумя учеными, достичь десятого навыка в механике и логике, мы это выполним. Оп, сегодня какой-то праздник зимы, ага, кстати, мы можем его как-то и отпраздновать, потому что я очень надеюсь, что это последняя зима, очень-очень на это надеюсь. Потом, это мы сделали, надо прочитать четыре книги в жанре фэнтези, и вот одна сразу же есть, поэтому читай, пожалуйста. Купим еще три, я очень хочу, чтобы за сегодня мы все сделали. прочитаем книжки. Не успела я даже начать качать навык писательства, а нам он нужен пятого уровня, и я очень надеюсь, что мы сейчас всех отправим на работу, Герхардочку, на работу Райана, на работу техника, и сразу же пойдем на маяк или куда-то, где мы купим три книжки, быстро прочитаем, быстро повысим навык до пятого уровня писательства и быстро напишем книжку. И потом нам останется всего лишь несколько раз, а точнее десять, использовать генератор смены погоды. Я больше не ребенок, тебе надо еще подрасти. Джеральд, я понимаю, что ты там подростком стал, мы тебя приодели как самца, но ты хочешь стать врагом народа, и, кстати, десять злых действий мы уже выполнили, да. За этих два дня мы очень много кому поподнимали навыки, поподнимали, как бы прокачали жизненные цели, ну, я не считаю этот геймплей особо увлекательным. Фанни, она повзрослела один день назад, и я почему-то очень захотела, чтобы она у нас была в розовом, но у нас у всех длинные волосы, вот у нее тоже кучерявые волосы, кудрявые, там афро, или как это называется, но я захотела сделать ей короткую прическу, вот такая вот у нас Фанни, у нее карие глазки, у кого карие глазки, у мамы, наверное, карие глазки, потому что у Райна, скорее всего, они серые, да, я помню этот прикол, что у Райна серые глаза. Герхарда, тебе до работы два часа, кстати, Герхарду повысили, она стала исследователем пестиков и тычинок, ботаник уже шестая ступенька, ох, как же хорошо, как же хорошо было бы, если бы мы еще немножко поиграли за Герхарду, чтобы она не так быстро помирала, ну, честное слово. Джеральда я настоятельно прошу делать домашнее задание, посмотрите, домашнее задание у него сделано, он решил девушек, как бы, привлекать гитарой. Джеральд бы не делал домашнее задание, оно ему не особо надо, но так как они с Ленорочкой, с его сестричкой лучшие друзья, давайте, возможно, какой-то подарок сделаем, они правда лучшие друзья, Ленорочка очень хорошо влияет на Джеральда, а Ленорочка не ходит в школу, потому что ей запрещено, она ребенок, наш основатель Штенцель сказал, нет, 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 дети не будут ходить в школу, там опасно, а вот подростки тогда уже ладно. И так как она не может ходить в школу, она постоянно спрашивает у Джеральда, как там в школе, я думаю, Ленорочка все дни, когда она будет подростком, будет проводить в школе, и я бы даже хотела, чтобы она, наверное, устроилась работать преподавателем, мне кажется, вот вся жизнь у нее будет в школе, я очень надеюсь. Вот какой нарядик у нас у Герхарда теперь, красавица она, красавица, когда будет следующая серия, я немножко не знаю, потому что дальше я хочу несколько сюжетиков опять-таки сделать, не как с Генриеттой, они будут, думаю, не такие длинные, но все же очень хочу показать вам изменения этого дома, этой семьи в катсценах, и поэтому, да, ожидайте несколько катсцен, довольно долгих. Вот пока я не посмотрела, что Джеральду пора в школу, он как бы и не собирался идти туда, мы тоже будем усердно учиться, потому что, я говорила, очень хорошо влияет на Джеральда Ленора, Ленора постоянно спрашивает, как там в школе, что такое школа, как там в школе и так далее, и она очень хочет уже повзрослеть, она завтра повзрослеет, и она помогает делать домашку Джеральду, короче, она является наставником Джеральда по школе, и вот она мне кажется чистой учительницей такой, вот, у неё уже пятый уровень навыка интеллекта, отлично, и седьмое общение, очень разносторонняя у нас Ленорочка, и вот, только мы получаем навык писательства Адольфа, и что, кто, кому звонит? Звонит нам та девушка, которая нам отказала, я уже даже забыла, как её зовут. Приятно вас слышать, как вы думаете, какой-то Бракстон заслуживает моего внимания, да, пожалуйста, прекрасная идея, я честно не помню, как зовут эту личность, вот, сейчас мы быстренько прокачаем навык писательства до пятого, вот, мы как раз-таки вдохновлённые, и уже всё, уже от зимы уйдём, потому что у нас уже лето правильно в реальности, и хочется тоже какой-то, какой-то, хотя бы какой-то смены погоды. А пока что мы взяли какое-то новое задание, вот, дилер-авантюрист, и что же это за задание. Торговцу произведениями искусства для совершения бизнес-сделки требуется временный помощник с высоким уровнем навыка рисования, который не будет задавать лишних вопросов. Просьба полицейским не обращаться. И прям подчёркнуто, вот так вот, жирненьким полицейским не надо сюда. Кстати, а возможно мы можем сейчас позвонить в полицейский участок и сообщить, нет? Не можем? Это было бы прикольно, знаете, сдать своего, своего руководителя. Мы изучили контрольное изображение, как я понимаю, и где же ты опять посеяла вот планшет. Почему-то Вольфи какая-то неряха, что ли, она постоянно забывает где-то этот планшет. И мы сейчас нарисуем подделку. Мне очень нравится ходить в научный центр, потому что здесь все могут делать что-то на компьютере, или изучать навыки, или с кем-то общаться. Здесь много людей ходит, видите, какие-то мужчины, Кендри какой-то, Тед. Оу, кстати, кстати, это же тот чиновник, который... Ой, лучше Генриетте не попадаться на глаза Теду. У них там была какая-то заварушка, если вы помните. И чем же у нас занимается Генриетта? Я и говорила, пообедать. Скоро Герхарда перейдет в мир иной. Проведите последние дни с пользой. А, нет, нет, Герхардачка, нет. Нет, вроде бы так писали всего лишь за один день. То есть сутки остались. Адольф, ускоряйся, мне нужно очень много. Очень много всего. Я не знаю, успею ли я. Вот эта подделка. Она стоит всего 105 симолеонов. Надеюсь, нам ее утвердят. Давайте отправить на рассмотрение. Вольфи создала идеальную подделку 1600 симолеонов. Клиент продавца перевел независимого эксперта для оценки. И тот признал ее подлинной. Ого! Отправляются все остальные наши на работу. Вот ты красавица, короче. Кстати, а не подпортила ли это тебе продуктивность или репутацию? Как-то так. Ой, какая здесь миленькая девочка ходит, Шерри Тейлор. Я очень хочу, чтобы наша Ленорочка отстала от компуктера и решила поиграть с этой Шерри. Мне кажется, вот дружба именно в таком возрасте и зарождается. Как только у моих симов появляется фотоаппарат, я постоянно ною, почему не может сфоткаться ребенок со взрослым симом. Это меня так, ну, не бесит, но это так, вот это так обидно. Ну, вот эти детки могут сфоткаться, но когда кто-то первый повзрослеет, они не смогут сфоткаться в разных возрастных категориях. Это, это, честное слово, обидно. Традиция соблюдена. Сейчас будем прыгать, скакать, вот. А теперь, пожалуйста, пойди сфотографируйся с этой Шерри. Она такая милая. Давайте, кстати, узнаем, какая у нее черта характера. Шерри Инсайдер. Отлично! Какие-то там клубы, возможно, мы будем делать. Не такие уродики и уродливые, как оказывается. Вот Ленорочка, мне кажется, вырастет, ну, какой-то интересный. Вот с помощью Ленорочки Джеральд скоро станет хорошистом. Эсмеральдочка у нас взрослеет, как всегда, без тортика. Она уже взрослая. Точно так же, как ее муж Райан. Она уже взрослая. Давайте на нее посмотрим. Ой, ну она не изменилась, но, мне кажется, она немножко поправилась. Итак, после прокачки навыка писательства нашего наследника второго поколения до пятого уровня книжка у нас будет называться «Не вечная, в скобочках, зима в Герлице». И это подробная инструкция от Адольфа, который решил избавить город и все остальные от вечной зимы. И выражаем благодарность семье Эберхарт за некоторые научные исследования, которые помогли в создании этой книги. И что же мы с этой книжкой будем делать? Во-первых, мы оставим себе копию, а во-вторых, и Адольф со всеми этими подробными инструкциями и наработками пойдет в правительство и скажет «Вот, попробуйте это, это поможет». Но, во-первых, нам надо это все попробовать самим на маленькой территории, на территории собственного участка с помощью той штуки, которая изменяет погоду. Да, карие глазки у Фанни, как и у Эсмеральдочки, в маму пошла наша Фанни. А вот, мне кажется, да, мне кажется, немножко мы прибавили в весе Эсмеральда, да. Родить троих это нелегко, никто не говорил об обратном. И, думаю, я немножко изменю ей вид, но уже к следующей серии. Вот в таком наряде Вольфи ищет еще себе одного, одного, а здесь, кстати, никого и нет. Мы ищем себе еще одного любовничка, а здесь никого нет. Джеральд Каг всегда делает домашнее задание. Ну, давайте, если, знаете, нет никого, то давайте его, но он подросток. Что-то он такой озлобленный подросток, даже не знаю. Ну, попробовать можно. Мы уже, Герхарда вернулась домой, она отлично поработала, 360 симолеонов заработала. Мы не будем ее тревожить, пусть она отдыхает себе. Мы нарядик не меняем. Ой, подождите, здесь есть кто-то более подходящий, мне кажется. Вот какой-то есть Дайх Заск, он взрослый. Мне кажется, наша Вольфи, она молодая, она не по малолеткам, ей он не надо. Давайте мы попробуем с этим Дайхом. Мне кажется, взрослые мужчины больше подкинут таких красивых женщин в форме, с прекрасным чувством юмора и хорошим заработком, чем вот эти вот малыши. Давайте мы попробуем пофлиртовать, ободрить, какой-то вручим даже подарок. Сегодня праздник зимы, вот розу мы передаем из рук в руки. Что по Генри Еточке, потому что сегодня что-то она не высовывается и хорошо. За два дня, которые я проиграла за кадром, мы сделали много поделок, мы сделали книжную полку, чтобы симы не глючили, но оказывается, да, Бекки, мы к тебе скоро придем, нам надо дописать книжку. Оказывается, те светильники, которые может делать Генри Ета, они нуждаются в электричестве, поэтому больше одного мы не сделаем. Давайте я вам поближе покажу вот нашу Фанни. Да, я ее решила одеть во все розовенькое, фиолетовенькое, но у нее будет короткая прическа. Не знаю, нужно же какое-то разнообразие, правда? И почему ты грустная? осторожно с незнакомцами, ты что, тоже вырастешь одиночкой? Вот, давай, пусть у тебя будет подружка, или с мамой пообщайся, попроси наручки ее взять. Чем больше денег у Вольфи, чем больше она работает, тем меньше у нее получается кадрить мужиков. Ладно, тогда иди вон, оскорбим его, потому что мы задиры, знаете, если ты не мой, то иди в одно место. Ленорочка как всегда чем-то занимается, она просматривает сайты безопасные для детей, утвержденные законодательства. Ура, ура, мы закончили книжку, правильно? Вот, книжка готова, книжка готова, ура! Нам осталось сделать всего одно действие, протестировать это все, сейчас, надеюсь, мы сможем, возможно, не все 10, потому что каждая, потому что каждое включение у нас использует электричество, ну, мы это все поправим, какое достижение, Адольф заканчивает писать книгу, книга будет добавлена в багаж, и не вечная зима в Герлице, качество, великолепный жанр, документальный роман, и автор Адольф, я горжусь тобой, что ты все успел, и ты успел это все в молодом возрасте, да, ты же молодой. Ой, ребятки, только что чуть не вылетела игра, точнее, прям вылетела, но я каким-то странным образом успела сохраниться, и перезашла, вроде бы, все хорошо, и я заметила, что у нас есть портрет, вернее, автограф, который стоил 3200 при оценке первой, и я только что смотрю, и тут написано 6400, напишите в комментариях, нам продать за 6400, ну, как бы, это много денег, или же подождать, возможно, она еще раз подрастет в цене, или вот можно повторно оценить, вот повторно, я не знаю, возможно, оно дешевле оценит, такое ведь тоже может быть правильно, стиль этого аппарата, мне кажется, киберпанк, и так как у нас метель, ой, у нас снег в солнечную погоду и мороз, я попросила Адольфа попытаться сделать холодно, очень надеюсь, потому что знаю, что могут умереть симы от этой штуки, очень все так прикольно выглядит, какие-то пузырьки, рычажки, надеюсь, мы, о, повышение урайна, вот это красота, красотульки, вы мои, давайте попробуем, получится ли, получилось, получилось, новая повесть, а где же насчет погоды, нет, ничего не получилось, подождите, подождите, прибор управления погодой успешно активировал холодную погоду, у нас холодно, не мороз, а холодно, ура, мы сделали один раз, нам надо сделать еще девять раз, до того, как умрет Герхарда, и так, мы сейчас за ночь эту сделаем все десять раз, и посмотрите, посмотрите, у нас скоро закончится зима, боже, как я, как я счастлива, давайте попробуем еще что-то сделать, ага, это текущая погода, и давайте, я не хочу делать жару, это все совершенно нереально, и давайте попробуем вызвать вот безоблачную погоду, и давайте посмотрим, шестой навык пения у Вольфи, очень хорошо, и руководитель центра управления Райнхольд получает повышение, его зарплата повышается, ого, семьдесят один, семиллион в час, мы получаем премии, у нас уже пятнадцать тысяч, оригинальные чертежи корабля Звездный охотник, и следить за спутниками в телескопе, вау, я тебя поздравляю, надеюсь, что сейчас у Адольфа все получится, и на этом мы завершим серию, но, что нам надо дальше, нам надо четвертый уровень логики, Адольф, ты меня пугаешь, ты прям злой гений, прибор управления погодой, успешно активировал, безоблачное небо, ух ты, и нам надо еще один уровень навыка фитнеса, но это, это совершенно не проблема, вообще, давайте под конец Герхардочка отдаст какой-то символический подарок Ленорочке, которая будет учиться и быть, не знаю, научным сотрудником, или преподавателем, я ее, правда, больше вижу преподавателем, и так, давайте, не знаю, слайд с растениями ей передадим, потому что, мне кажется, Герхарда очень скоро умрет, вот, и также, ну, как всегда возле туалета, как всегда у нас так начиналось и так продолжается, вот, первое поколение, мне кажется, завершается, и это третье поколение, Ленорочка, ты будешь продолжать дело бабушки, какое-то там научное дело, я вот это вот, не знаю, сфоткаю, мне очень нравится этот кадр, как Ленорочка смотрит на бабушку, мне кажется, вот, Генриетта точно так же смотрела на Антье, на свою бабушку, ой, это очень классные кадры, я пофоткаю побольше, передаем подарочек, какой-то там научный слайд растения, давайте вы обниметесь, нет, не будете вы обниматься, отлично, первое поколение заканчивается, следующая серия будет огромной на события, надеюсь, эта серия вам понравилась, подписывайтесь, чтобы принимать участие в жизни канала, заглядывайте в группу ВКонтакте, что там еще, колокольчик, коммент обязательно, и на этом пока что все, пока что, пока что, пока, пока, субтитры создавал DimaTorzok